19 февраля 2014 года. Станция Кирпичный завод Ленинградской области. 17 часов 24 минуты. Только что прибыл электропоезд. Другой ожидается через минуту. Дежурный по станции готовит маршрут приема, запрашивает согласие на отправление поезда и готовится к переводу стрелок. В этот момент из пульта табло посыпались искры и повалил черный дым. На случай пожара на железной дороге есть инструкция. Но прописать все действия в каждой нестандартной ситуации невозможно. Однако то, что случилось 19 февраля 2014 года, не просто нештатная ситуация, а ЧП. Я на станции совсем один был, да и опы на тот момент было совсем немного. Да и какой тут опыт. Действовал по инструкции, пытался сообщить диспетчеру, но связи с ним не было, поэтому сообщил на соседнюю станцию Педрокрепости. А потом связь совсем пропала. Вот тут уже стало на самом деле страшно. Станислав знал, что надо делать в такой ситуации. Первым делом рванул рубильник, обесточил станционное здание. Искрить перестало, но дым повалил еще сильнее. Я почти задохнулся там. Но надо было что-то делать. Поэтому позвонил пожарным на мобильный. Вызвал их, и пока они ехали, пытался сам ликвидировать возгорание. Побежал за огнетушителями, но когда открыл пульт ТАБО, оттуда вбрывалось нешуточное поле. В этот момент раздался звонок на мобильный. Неизвестный номер. Это я звонила. После того, как стат сообщил мне о пожаре, я срочно разыскала его мобильный номер телефона. Позвонила ему и сказала, чтобы он срочно покинул помещение и не подвергал свою жизнь опасности. И оставил лишнее геройство, потому что материальные вещи – это материальные, а жизнь – она бесценна. Станислав понимал, если сгорит здание, работа станции будет парализована. Товарные составы не смогут разгрузиться. Промышленные предприятия останутся без сырья, а люди – без работы. Задыхаясь от едкого дыма, Станислав сорвал со стены порошковый огнетушитель. Пламя удалось частично сбить, но не погасить. В это время на выручку дежурному прибежали машинисты двух электричек, прибывших на станцию. Увидели столб дыма и поняли – нужна помощь. Машинисты уже подбегали к крыльцу со своими средствами пожаротушения. У них были такие средства, как АГС. Это такой красный блин, его нужно закинуть в помещение, он сжигает кислород. Мы закинули первый блин, но чтобы был эффект, машинист сказал, что нужно закрыть форточки. Оглянулся по сторонам. Рядом старая пристройка. Вырвал доску из обшивки. И с ее помощью одну за другой закрыл все форточки. Спустя минуту пламя погасло. Приехавшим пожарным оставалось лишь пролить перекрытие, чтобы предотвратить повторное возгорание. Второй раз я позвонила Станиславу на мобильный телефон. И он мне рассказывал о каждом своем шаге. Что конкретно, в какой момент он делал. И вы знаете, я была поражена тому, насколько хладнокровно и самоотверженно человек повел себя в столь опасной ситуации для своей жизни. В первую очередь он подумал о других, а не о себе. После того, как осталось дожидаться только пожарных, оставалась еще одна большая проблема. Это отправление поездов. На первом-втором пути стояли электропоезда, которые нужно было отправить. Но маршрут отправления пришлось делать вручную. Поэтому нечетной горловине этим занимался стрелочник. А в четной горловине пришлось маршрут делать самому. Поэтому мне выдали замки в Курбель. И я пошел вручную делать маршрут отправления. Благодаря смелости и находчивости Станислава здание удалось отстоять у огня. А работа станции «Кирпичный завод» была полностью восстановлена всего за несколько дней. Несмотря на пожар, перебоев в пассажирском и грузовом сообщении на Октябрьской железной дороге в тот день не было. Станислав стал победителем конкурса «Доска почета» газеты «Гудок». Субтитры создавал DimaTorzok